Итак, друзья, всем привет! На связи я, Дмитрий, и мы продолжаем обсуждать вопросы миграционного законодательства и вопросы, связанные с получением правовых статусов иностранцами на территории Российской Федерации. В сегодняшнем ролике мы рассмотрим 5 оснований для получения российского гражданства. Сразу скажу, что речь пойдет об основаниях в целом, каждая из которых предполагает прохождение тех или иных этапов перед получением российского гражданства. На каждой из 5 представленных сегодня оснований есть ролик на нашем канале. Вы сможете в подробностях все изучить, посмотрев каждый отдельный ролик. Подсказки будут появляться на протяжении видео, а также есть в описании к этому ролику. Ну а перед тем, как начать, я попрошу каждого из вас подписаться на канал, сразу же поставить лайк под этим видео, а также включить уведомления о новых публикациях. Для этого необходимо нажать на кнопку подписаться и на колокольчик, который есть рядом с кнопкой подписаться. Чем больше человек это делает, тем больше видео мы сможем выкладывать. Поэтому не забывайте это сделать прямо сейчас. Мы начинаем. Итак, приступим к рассмотрению оснований для получения российского гражданства. Первое основание – это получение гражданства Российской Федерации по близким родственникам. В целом можно сказать о том, что российское гражданство можно получить по нескольким категориям родственников. Это супруг либо супруга, это родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, это дети и все. Также косвенно мы можем говорить о бабушках и дедушках, но об этом мы поговорим чуть позже в другом основании. Больше других никаких родственников нельзя считать. Братья не являются основаниями для получения гражданства в упрощенном порядке. Дяди, тети также. Сестры не являются. И так далее. Только родители, только дети и только жена либо муж. Больше никто. Идем дальше. Второе основание – это получение гражданства через официальное трудоустройство. В России есть определенные категории специальностей, проработав по которым можно получить гражданство. Для этого необходимо в любом случае официальное трудоустройство со всеми разрешительными документами, которые требуются для вашего гражданства. Это патент для безвизовых стран, это виза рабочая для граждан визовой страны и это трудовой договор для граждан Евразийского экономического союза. Подробнее про это также можете посмотреть в описании. Еще раз повторюсь, что речь идет не о любой работе, а только о работе по определенному кругу специальностей. Дальше. Третье основание. Вы можете получить гражданство через признание вас носителем русского языка. Для того, чтобы вас признали носителем русского языка, необходимо иметь родственников по прямой восходящей линии, которые ранее постоянно проживали в границах современной России, либо на данный момент постоянно проживают. Такими родственниками являются ваши родители, родители родителей и так далее. То есть мы говорим о маме-папе, бабушке-дедушке, прабабушке-прадедушке и так далее. Только такие категории родственников. Постоянное проживание в границах современной России предполагает тот факт, что они либо живут сейчас на территории Российской Федерации, либо проживали на территории РСФСР, либо Российской Империи. Факт постоянного проживания подтверждается различными категориями документов. Здесь мы говорим об архивных выписках, военных билетах и так далее. Какого-либо стандартного списка документов нет. Однако, если ваша бабушка с 1981 по 1989 год постоянно была зарегистрирована, а тогда прописана, быть может, в Краснодарском крае, то вы можете претендовать на признание вас носителем русского языка. Идем дальше. Четвертое основание. Четвертое основание касается граждан, гражданство которых дает непосредственное право на прием в гражданство в упрощенном порядке. При этом необходимо только наличие самого гражданства без соблюдения каких-либо дополнительных условий, кроме легального нахождения в России. В этой связи мы говорим о том, что граждане Украины, граждане Молдовы, Казахстана, Беларуси имеют право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом им не требуется официальное трудоустройство, родственники, подтверждение дохода и так далее. То есть граждане этих стран могут претендовать на получение российского гражданства, не соблюдая никакие основания для его получения. Здесь мы говорим о том, что они получают гражданство без оснований. И пятый заключительный момент, который подходит для всех. Это получение гражданства в Российской Федерации в общем порядке. Общий порядок получения российского гражданства предполагает, что вы сначала получаете квоту для получения разрешения на временное проживание. Квота — это возможность получить разрешение на временное проживание без каких-либо оснований для упрощенного получения. То есть у вас нет родственников, нет работы, которая дает право обращаться за получением гражданства. Вы не можете быть признанным носителем русского языка. То единственный ваш путь — это квота. Это один из самых сложных вариантов. Однако учитывайте, что если оснований для упрощенного получения у вас нет, то по сути квота — это единственный ваш выбор. Итак, в сегодняшнем ролике мы рассмотрели пять основных направлений, по которым можно идти для получения российского гражданства. Еще раз повторю их. Это получение российского гражданства через близких родственников. Получение российского гражданства через официальное трудоустройство. Получение российского гражданства через признание иностранного гражданина либо лица без гражданства носителем русского языка. Получение российского гражданства через гражданство определенных стран. Украина, Молдова, Казахстан, Беларусь. Граждане этих стран претендуют на получение российского гражданства без оснований. И последний момент — это получение российского гражданства в общем порядке, по квоте. Думаю, что на сегодня этот ролик можно закончить Еще раз напоминаю вам о необходимости подписки на канал, проставления пальца вверх лайка и включения колокольчика, то есть уведомления о предстоящих публикациях Не забывайте следить за обновлениями на канале, а также не забывайте писать свои комментарии На сегодня я с вами прощаюсь, на связи был я Дмитрий, до скорых встреч